Интернет может поразить изобилием способов увеличения автономной работы на iPhone или iPad, но по большей части они склоняют к отключению важных функций. В этом видео я расскажу о более тонких вариантах продления времени работы от одного заряда батарейки без кардинального отключения модулей, уменьшения ракости дисплея и других аналогичных мер, доставляющих явный дискомфорт. Для начала пройдите в настройки Аккумулятор И посмотрите, какие приложения потребляют энергию за последние 24 часа или 7 дней. Ненужные программы, потребляющие в фоне энергию, лучше удалить, а еще освободиться в драгоценное место, что очень актуально для 16 гигабайтных устройств. Дальше отключите фоновое обновление программ, для чего пройдите в основные Обновление контента И переведите тумбли напротив пункта обновления контента в выключенное положение. Функция не сильно упрощает жизнь владельца айфона или айпад, но прилично съедает заряд аккумулятора. Наверняка к вам ежедневно приходит куча ненужных уведомлений, которые также потребляют энергию. Пройдите в настройки, уведомления и оставьте функцию получения сообщений только от важных приложений. Технология Push проталкивает сообщения серверов на штатное приложение Mail и прилично расходует заряд аккумулятора. Пройдите в почту адреса календари, загрузка данных Push. Выключите Push и установите получение писем через выборку, то есть через определенный заданный период времени или вручную, когда вы сами будете нажимать кнопку обновить. В разделе выборка можно установить интервал времени через каждые 15-30 минут ежечасно или же вручную. Функция Hand-Off перенаправляет входящий звонок на все сопряженные с одним Apple ID устройствами и позволяет ответить на iPad или Mac. Также эта функция отвечает за Continuity, это когда начинаешь работать на одном устройстве и продолжаешь на другом, например, серфинг, Safari, заметки, сообщения, iWork и т.д. Если вы не пользуетесь всем этим ворком современной технологии, пройдите в настройки, основные, Hand-Off и предлагаемый ПО и приведите переключатель напротив пункта Hand-Off в выключенное положение. Если вам не важно количество пройденных шагов за день, сожженных калорий и прочих сведений об активности, то спокойно проходите в настройки, конфиденциальность, движение и фитнес и выключайте отслеживание фитнеса. Ну а если вы не записаны в миротворческие силы, пройдите в настройки, конфиденциальность, диагностика и использование и отключите ежедневную отправку данных на сервера Apple, нажатием кнопки не отправлять. Если вы не хотите, чтобы при загрузке приложений, обновлений, книг или музыки на одном iOS-устройстве, а не в фоновом режиме, загружались на другом, обсаживая батарею, пройдите в App Store, iTunes Store и в меню автоматические загрузки переведите переключателя в неактивное положение. В iOS 9 появилась возможность установки минимального времени автоблокировки в районе 30 секунд, для чего пройдите в настройки, основные, автоблокировка и установите 30 секунд. Реклама хоть и является двигателем прогресса, но она также является двигателем процента заряда батареи к нулю. Для того, чтобы ее отключить, пройдите в настройки, конфиденциальность, реклама и активируйте ограничение трекинга рекламы. Не забудьте отключить функцию геолокации для неиспользуемых приложений, для чего пройдите в конфиденциальность, служба геолокации. Паралакс эффект и прикольная анимация приносят лишь малозаметное эстетическое удовольствие, но здорово уменьшают заряд аккумулятора. Для того, чтобы его отключить, пройдите в настройки, основные, универсальный доступ и в пункте уменьшения движения переведите тумблер в активное положение. Функция Ассистент Wi-Fi позволяет при нестабильном Wi-Fi подключении автоматически переключаться на сотовую передачу данных, что пользователям с элементированным пакетом Мегабайт крайне противопоказано. Для отключения пройдите в сотовую связь, прокрутите список вниз и отключите помощь с Wi-Fi. Если перевернуть iPhone с установленной iOS 9 на борту экрана вниз, то во время приема входящих уведомлений не будет загораться дисплей. Об этой фиче мы рассказывали в нашем полном обзоре iOS 9. Я очень сильно сомневаюсь, что вы пользуетесь функцией отправки геопозиции друзьям, поэтому пройдите в конфиденциальность, в службе геолокации, поделиться геопозицией и отключите тумблер напротив поделиться геопозиции. Включите неиспользуемые системные геолокационные службы, для чего пройдите в конфиденциальность, службы геолокации, системные службы, выключите геолокационные ID, если вы хотите отказаться от рекламы, привязанной к геопозиции, поделиться геопозицией, часовой пояс, если вы редко пересекаете границы вашей страны, и хомер кит, при управлении любыми аксессуарами для дома, на которых есть метка WorkService Apple HomeKit. Зачастую функция автояркость выставляет яркость дисплея выше, чем она была задана пользователям в настройках, отчего заряд аккумулятора улетучивается быстрее. Для отключения пройдите в экран и яркость, и напротив пункта автояркость выключите тумблер. По облачанию функция передачи данных по Bluetooth AirDrop всегда активирована, если вы не используете ее в данный момент, то откройте пункт управления и выключите нажатием соответствующей кнопки. И деактивируйте задненавшим сублютус. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко, подписывайтесь на канал, вас еще ждет много интересного про Apple и не только. Субтитры сделал DimaTorzok